Неважно, мужчина ты или женщина, как давно ты тренируешься, грамотно ты тренируешься или нет, ты должен посмотреть этот ролик, особенно если твои тренировки перестали приносить тебе пользу. Если прекратился прогресс в массе, в силе, в наборе рельефа, обязательно к просмотру. Вы получите пользу от данного ролика в любом случае. Данное видео пробьет стену застоя, вы снова начнете прогрессировать. Тренировки будут приносить удовольствие и радость. Обязательно посмотрите, изучите и действуйте. Физкульт приветствую! Всех тех, кому важна и интересна данная тема. Как снова начать прогрессировать? После долгого застоя или плата? А говорить мы будем сегодня сразу о двух, для многих непонятных и противоречивых вещах. Периодизации и о тренинге окислительных мышечных волокон. Или как еще иногда называют, что не совсем корректно, медленных мышечных волокон. Уже много написано и рассказано о важности и крайней необходимости периодизации в тренинге. Особенно для натурального атлета. Для постоянного прогресса. Но главное сохранение и улучшение здоровья в целом. Кстати, это я сейчас говорил не о бодибилдинге, а вообще о всех спортивных дисциплинах в целом. Если кто не знал. Именно циклирование тренировочных режимов, нагрузок, не только не переутомляет центральную нервную систему, от которой зависит естественное здоровое функционирование всех, без исключения других систем организма, но и благотворно сказывается на ней. Что в свою очередь сказывается положительно на всем организме в целом. Поэтому сегодня я не буду вас учить теории или погружать в азы физиологии, биохимии, биомеханики. Я дам вам конкретные рекомендации, которые вы сможете проверить на себе. Причем очень быстро. Уже через две недели. Я даже не буду спрашивать у вас, как вы тренируетесь сейчас, на данный момент. Ведь большинство, я уверен, тренируется линейно. Кто-то с упором на силовую составляющую тренинга, другие, наоборот, делают упор на качественной проработке мышц, на большее количество повторений и ощущение работающей мышцы под нагрузкой. Это сейчас не важно. И вот почему. Я не буду вас заставлять изменять свой любимый и привычный стиль тренинга. Нет, друзья. Мы сделаем нечто иное. От которого любой из вас получит удивительный положительный результат. Практически опыт которого изменит всю вашу предыдущую концепцию в построении тренировочного режима. Напомню, что пользу получат абсолютно все. И те, кто тренируется для того, чтобы улучшить фигуру, избавиться от лишнего жирка под кожей. И те, кто стремится поднабрать в мясе. И, о чудо, даже те, кто работает исключительно ради силовых показателей. При этом мы докажем сразу две простые истины. Известные уже многим пытливым умам. О том, что периодизация работает. И о том, что тренинг на окислительные мышечные волокна дает свои результаты. Точно так же, как и другие тренировочные режимы. Готовы? Тогда вперед. Тренироваться вы будете по двум разным неделям. Одна из которых будет ваш привычный недельный сплит. А другая я вам сейчас подробно распишу и объясню. Необходимо будет чередовать по очереди две разные тренировочные недели. Одна за другой. И вы уже на начало третьей недели будете сильно удивлены. А на начало пятой еще больше. И так будет постоянно. Пока вы будете тренироваться в подобном режиме. Одного из самых начальных уровней моей системы. Если с вашей неделей все понятно, то давайте разбираться с предложенной мною для вас новой неделей. Обратите внимание, что для мужчин будет своя неделя тренинга, а для женщин другая. Эта неделя будет рассчитана как на общий тонус мышц, так и на выносливость. Мы будем строить с помощью данных тренировок митохондрии в мышцах. Что позволит нам дольше и качественнее работать в аэробном режиме. И в анаэробном тоже. Именно так тренируется выносливость. А не как многие думают, что тренируя сердце. Это миф и бред. Обратите особое внимание на медленное выполнение упражнения. По 4-6 секунд на подъем и по 4-6 секунд на опускание веса. Плюс на ограниченную самым сложным участком амплитуду движения. Время под нагрузкой будет 30 секунд. И 30 секунд будет время отдыха между самими подходами. И при описанных выше условиях на один подход должно получиться 3, максимум 4 повторения. Не бойтесь, если у вас не сразу получится подобрать рабочие веса. Ведите тренировочный дневник. И вы быстро найдете оптимальное отягощение для данного вида тренинга под свои возможности. Не бойтесь, если вам покажется данная тренировка легкой. Не страшно. Она все равно принесет свои положительные результаты. Первые 3 подхода должны вас просто-напросто наполнить кровью. С 4-го по 6-й подходы вы должны чувствовать работу мышц. А с 7-го по 9-й в мышцах к концу подхода должно наступать нестерпимое жжение. Это касается и мужчин и женщин. Это что касается мужчин. Для женщин это 2 первых подхода, затем 2 средних и еще 2 заключительных. Как вы поняли, мужчины будут выполнять 9 подходов в одном, а женщины 6. Все это зависит от грамотного подобранного веса отягощения. И я рекомендую начать с 30-40% веса от привычных весов при работе на 10-12 повторений в том же упражнении. По ходу дела и сверяясь с дневником, вы быстро сориентируетесь. Главное помните о ментальной концентрации на работающих мышцах. Сначала напрягите целевую группу мышц и только потом начинайте работу. Ограниченная амплитуда, самой сложной ее частью, поможет вам в этом. И не забывайте о медленном выполнении упражнения. Обычную амплитуду ограничивают, не доводя штангу или ручку тренажера до конечной точки, привычной для обычного режима, за 5 сантиметров. И не возвращая ее на 10-15 сантиметров до стартового положения. Все это помогает достигать необходимого состояния в работающей мышце. Но конечно самое главное это ментальная концентрация на обиде. Сами тренировки, друзья, вы найдете по ссылке, которую я дам в описании к данному ролику. Смена тренировочных режимов на кардинально противоположные, неделя за неделей, даст вам огромное преимущество перед теми, кто тренируется линейно. Вы будете не только тренироваться, но и оздоравливаться, давать полезную, неоднотипную нагрузку на все системы организма. А вы знаете, что именно монотонность и однообразие повторений одного и того же стресса, самое вредное и опасное для всех наших жизненно важных систем организма. Отпишитесь обязательно в комментариях, как опробуете данную методику. После завершения каждого из двух недельных циклов периодизации. После прохождения нескольких таких спиральных кругов, вы узнаете, почему так популярна и полезна моя закрытая группа теломастерская. Ведь я показал вам всего один из пяти вариантов тренинга на окислительные мышечные волокна. А их можно и нужно тренировать и на массу, и на силу, и на выносливость. Плюс четыре разных тренировки на силу, плюс специальные тренировки на сухожилия и связки. Про гликолитические и промежуточные мышечные волокна я уже и не говорю. И все это закручено в спираль постоянной периодизации. Когда каждый новый виток поднимает вас на ступеньку выше. В силе, массе, выносливости, а при грамотном питании и рельефе. Удачи, друзья, всем сухой мышечной массы, роста силовых показателей без травм. И увидимся, как всегда, в тренажерном зале. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА